Приветствую всех на канале Матковод и с вами я, Ювбак Игорь. Моя любимая жена Машенька. Привет, Машенька. Привет. Итак, напоминаем, канал был создан для помощи начинающим пчеловодам. Подписываемся на наш канал, ставим классы, не забываем. Пишем комментарии. Итак, сегодня 5 февраля. Мы в прошлых роликах обсудили, обсудили улья, обсудили где же лучше размещать пасеку. Ну а теперь стоит третий главный вопрос. Покупка пчелопакетов, пчелосемей. На что надо обращать внимание. Пакеты, конечно, лучше покупать на племенных хозяйствах, где племенной материал, где чистопородный материал. А если такой возможности нет, и будете покупать или через интернет, или через знакомых, или там у людей на пасеках, на что бы надо обращать внимание. Ну, через покупку в интернете вы на что обратите внимание. Не на что, по факту. Потому что вы купите кота в мешке, вам привезут, и вы уже, ну, вы уже что вам привезут, то вы и купите. А если вы сами едете за пакетами на пасеку к человеку, обращайте внимание, ну, на что надо обращать внимание. Обращать внимание надо на санитарный стан пасеки. Это самое главное, насколько, ну, пасека в каком состоянии. Это очень важно. Просить надо у пчеловода, чтобы он показал вам ветеринарный паспорт с отметками, чтобы пчелы его здоровые, чтобы прошли определенные анализы. Обращать внимание надо на, ну, нету ли опорожнений по уликам после зимовки. Не вышли ли они ослаблены, ну, не опоносились. Или смотреть на состояние семей, состояние, обсиженность гнезда, сколько пчел. Обратить, ну, смотреть, нету, ну, обратить внимание, нету ли постороннего запаха с улья. На качество засева обращать внимание. Также обращать внимание на, нету ли на матке каких-нибудь визуальных дефектов. На это все надо обращать внимание. Это не такие, не такие, ну, это каждый, может, это все визуально можно определить, посмотреть. Потому что для начинающего пчеловода, там, углубляться глубже, ну, еще, как бы, ему рано это еще. И вот таких правил ему вполне достаточно. Смотреть на цвет рамок, чтобы рамки не были черными, чтобы, ну, максимум, были темно-коричневыми, чтобы не были они черными. Породу, ну, какую породу пчел выбрать, каждый пчеловод для себя сам решает. Ну, желательно все-таки узнать, какие в округе пчелы, потому что, если находятся в округе какие-нибудь или матковые водные, или племенные хозяйства, а у вас будет другая порода, то вы будете приносить определенные неудобства этим хозяйствам. Ну, чего делать нежелательно. Вот у нас на Закарпатте запрещено ввоз других пород пчел, кроме как Карпатка. Это считается, как бы, таким ареалом обитания карпатской пчелы. Ну, этих, этих, таких простых правил достаточно, чтобы начинающий пчеловод мог купить нормальный пчелопакет, нормальную пчелосемью, здоровую. Если, ну, если соблюдать вот такие простые правила. Итак, на сегодня все. Не забываем подписываться на наш канал, ставить классы, писать комментарии, делиться. Все, всем пока.